Эрик. Последний релиз Netflix. Изумительные телевизионные впечатления. Центральная линия. Токсичная жизнь Винсента. Потеря смысла и пропажа сына Эдгара. Шоу. Борьба с персональными демонами и проблемами 80-х годов в Нью-Йорке. На реальных событиях не основано, но глубоко отражает то время. Заглянем в черновик и разберем, что из шоу можно заиметь. Версия окончания Эрика. Предупреждаю, содержание видео спойлерит. К концу сериала несколько вариантов концовки стоит обсудить. Разговор о Эдгаре, Винсенте и Кэссе начнем. В последнем эпизоде Винсент по плану находит сына. Эрик, рисунок Винсента, помог в этом. Хотя в какой-то момент он задался вопросом, будет ли это вообще возможно. Со сцены он проговорил, все думают об изменении мира, но никто не думает о собственной перезагрузке. Возможно, это была одна из самых ключевых фраз во всем шоу. В конец это был Винсент, признавший, что виноват во всем сам. Усугубляли все, также понимание, что не создал нужной среды для своего сына, в которой он хотел бы жить. Все беды были списаны на отца, начальство в компании и Кэсси. Но никогда не заглядывал в свою душу, не понимая, что монстр перед ним. В его сознании – это он. Как он сказал, некоторые монстры не прятались под кроватью. Они следуют за тобой на виду. И это ему пришлось принять, предприняв попытки двигаться дальше. Это именно то, что хотел услышать от него сын. Эдгар увидел, как его нарисованный монстр стал реальностью. И что отец не тот, кем он был, когда бежал из дома. Этого хватило, чтобы он меньше боялся и желал вернуться. Мы видели, как Винсент готовился к реабилитации, чтобы навсегда исправить себя. Он давно загонял свои мысли и демонов далеко в глубины сознания, не принимая помощь от доктора Мэйсона, но сейчас он, наконец, готов к этому. В истории Эдгара и Винсента показано, как через несколько месяцев Винсент встречает отца в парке, который вдохновил его на создание шоу «Доброе утро, солнышко». Отцу свойственно было говорить это, когда они выходили вместе, отсюда и название. Он когда-то глубоко восхищался отцом, но из-за отсутствия заботы создания шоу и внедрения обстановки, знакомой его отцу, могло быть криком Винсента о внимании и одобрении. Эта заключительная часть – основном опрощании Винсента с отцом, понимании, что он был плохим человеком и признании, ему больше не надо бороться за внимание или одобрение, потому что сам принимает себя таким, какой он теперь есть. В самом конце мы увидели, как Эдгар пошел посмотреть на отца в шоу с мамой и Себастьяном, что ознаменовало полный круг. Все отношения Винсента в начале сериала были разрушительными и опасными, но в последней сцене Винсент был приятен с Кэсси, а отношения с его сыном были ближе, как никогда прежде. Эдгар был в костюме Эрика, символизировавшим, что Эрик существовал лишь в Эдгаровом сознании. Завершающим кадром был вымышленный Эрик, наблюдающий за сближением Винсента и его сына. Монстр выглядел расслабленно и довольно, я думаю, это отражало состояние разума Винсента в конце шоу, что было далеко от начала. Кроме этой истории, дело Марлона Рошеля было раскрыто. Он действительно был в люксе в ту ночь, а кодовое слово «обезьяна», услышанное в первой серии, было прозванием Марлона. Это было из-за номера на его майке. В ту ночь там были Кеннеди и Ноукс, и именно Ноукс был ответственным за жестокое убийство Марлона. Он жестоко избил его после того, как заместитель мэра Костелла вывел его наружу. Кеннеди был убит Ноуксом, потому что становился параноиком и мог разоблачить их участие в смерти Марлона. Вмятина на автомобиле Ноукса появилась, потому что он виновен в смерти коллеги. Больше принимая, кем он есть, детектив Латроид чувствовал ответственность, когда сблизился с аллигатором, с кем у него была история. Увидел запись и поделился ей с коллегами. Делал это страхуясь, ведь это явно коррумпированное место. Но потом преступная группировка была разоблачена, а все участники смерти Марлона арестованы. Костелла и Добари арестованы, в то время как Добари отдавал приказ. Кенн Лакаташ был арестован, участвовал в устранении тела. Мика был арестован, он был говоруном. Ноукс также был арестован. Будущее Ноукс особенно не радовало, так узники считали, что он будет мертвецом. Таким образом, отсутствие внимания к делу из-за расизма и гомофобии наконец преодолено, и правосудие восторжествовало. Оказывается, Ленни также был в преступной группировке. Когда объявили, что создатель ТВ-шоу причастен, он отказался идти в тюрьму и прыгнул из окна, покончив с собой. В отношении Дроида ему пришлось съехать из квартиры, которую он делил с Уильямом, 7 лет, ибо сестра Уильяма не ценила их дружбу, и спустя несколько месяцев Дроид приезжал в дом матери Марлона и привозил продукты. Он принял себя перед всеми и был готов принять эту уверенность, двигаясь вперед. Мы учились у Уильяма, Гаттера, матери Марлона и проступков окружающих, и я думаю, что мы оставили его в лучшем положении, чем когда шоу начиналось. Мой обзор Эрика. Я думаю, это было довольно хорошее шоу. Было много вещей, которые мне понравились, но в то же время были вещи, которые, как мне казалось, подвели шоу. Одной из них был клишированный финал, где Эдгар был в кафе и увидел своего отца по телевизору, а затем они умчались домой. Было хорошо, не поймите меня неправильно, но было ощущение, как в рождественских фильмах. Тон шоу был таким мрачным до этого момента, что казалось слишком светлым по сравнению с тенями на каждом проспекте. Будь то расизм, коррупция, гомофобия, бездомные, которых не видят как людей, и пропавшие без вести люди. Так в той сцене, в частности, чего-то не хватало, учесть, что все о поиске Эдгара и его отсылке домой хотелось бы иного. С точки зрения структуры истории, думаю, это было представлено нам в понятной форме. Все разные истории шли параллельно, потом соединялись в конце, что, на мой взгляд, было хорошим способом. Почти как если бы нужно было исчезновение Эдгара и его доход в подполье, чтобы коррупция и злые силы, присутствовавшие во всех районах города, вышли наружу, из-за исчезновения и раскрытия убийства Марлона, наконец-то справедливость. Так выглядел этот сериал, просто великолепно. Казалось, что его сняли на пленку, и зернистость при просмотре действительно подходила к времени съемок. Оно было очень похоже на 80-е не только в запечатленных декорациях и обстановке, но и со стилистической стороны. Оно было снято на пленку, чем-то напоминая земные оттенки и общую цветовую палитру. «Когда я впервые увидел монстра Эрика, меня беспокоило, как это будет выглядеть, ведь это могло быть очень серьезной мрачной драмой, а потом появился этот разноцветный монстр. Но думаю, что это сработало достаточно хорошо. Не казалось чересчур или слишком чрезмерным настолько, чтобы поставить под угрозу тон. На самом деле, это работало хорошо, позволяя нам увидеть, что происходит в голове Винсента». Почти как будто Эрик всегда был у него в голове, но фактическое визуальное представление о нем говорило о том, что это становится больше перед лицом и позволяет ему измениться. Что касается игры актеров, большинство из них были довольно хороши, если честно. Как обычно, Бенедикт Камбербэтч хорош, персонажи Кэсси и детектива Ледруа, на мой взгляд, великолепны. Было удивительно увидеть Дэвида Дэнмана, не сразу понял, что это он, до середины шоу. «Знаю его только по офису. Его присутствие в фильме было неожиданностью, но он справился с ролью. Лично мне бы хотелось больше мрачного настроения, к которому стремится шоу. Было очень мрачно, но как, например, выживание Эдгара и неизвестно как, и бег в конце, где они встретились в доме, воспринималось иначе». Все сюжеты, кроме пропажи Эдгара, довольно мрачные и тяжелы для восприятия, но когда речь заходила об Эдгаре, никогда не чувствовалось, что он в реальной опасности. «Казалось, счастливый конец всегда был видим. Будь о неожиданности, завершение шоу стало бы лучше». Рекомендую это шоу. Действительно стоит посмотреть. Всего шесть эпизодов, но они почти час. Кажется длинным. Но я не считаю это минусом. История впечатляет. Вы в течение половины шоу гадаете, что произошло с Эдгаром. Также побочные сюжеты удерживают и зацепляют. Думаю, стоит посмотреть. Легко пройти за выходные. Не думаю, что будете разочарованы. Вот и все. Эрик объяснил конец. Субтитры сделал DimaTorzok